Ну и теперь давайте научимся избавляться уже от нашего кэша совсем, потому что он ест память, это довольно плохо. Для этого давайте завязываем следующую вещь. Для вычисления и этого числа Fibonacci мы используем только и минус первое, и и минус второе. То есть все предыдущие числа нам уже точно не понадобятся. Давайте не будем их использовать. Смотрите, давайте удаляем кэш совсем. Теперь, смотрите, будем хранить нулевое и первое число Fibonacci. Теперь, пускай нам нужно вычислить n-ти числа Fibonacci. Тогда давайте n раз проделаем следующую операцию. Давайте вычислим слов Fibonacci, который идет после A и B. Но, очевидно, равно A плюс B взятые по модулю. Теперь, смотрите, нам нужно как бы сдвинуть A и B на один шаг вперед. Для этого нужно к A и B присвоить значения B и C соответственно. Как мы это будем делать? Будем делать это в два этапа. Сначала A присвоим B, а потом B присвоим C. Получится ровно то, что надо. Теперь, смотрите, после того, как мы это сделаем один шаг, у нас в числе A будет первый число Fibonacci, в числе B второе. После того, как мы делаем два раза, у нас в A число будет второе, в B третье и так далее. Если после n шагов у нас в числе A будет храниться n числа Fibonacci. Для профилактики запомним вот это число. 911.435.502. И запустим нашу программу. Да, видите, получилось то же самое число. Программа торговалась всего с 2 миллисекунды. То есть сильно быстрее. За счет того, что мы не использовали кэш, не использовали сложные операции. Все сделали одним маленьким циклом. Все, на этом мы заканчиваем изучение числа Fibonacci. Если что-то осталось непонятное, пожалуйста, напишите в комментариях к видео. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok